Тропическая красавица орхидея давно обосновалась в российских квартирах. В целом этот цветок сложно назвать капризным в уходе. Но иногда орхидея показывает свой южный характер и отказывается цвести. В сегодняшней статье мы разберем причины, по которым орхидея не цветет, а также рассмотрим различные способы того, как стимулировать цветение этого растения. Какие нужны условия для цветения орхидеи прежде чем начать стимулировать цветение, разберемся с тем, какие же условия нужны орхидея, чтобы выпустить цветонос. Требования к условиям содержания орхидеи для появления стрелки – большое количество рассеянного света. Ваш зеленый питомец должен получать солнечный свет не меньше 12 часов в день. В противном случае цветонос замрет и не выпустит бутон. Комфортная температура. Днем для орхидеи необходимо поддерживать температуру на уровне 25 градусов. Ночью температура должна быть ниже минимум на 5 градусов. Если не добиться разницы между ночной и дневной температурой, то цветонос может замереть в развитии. Регулярный полив по мере просыхания почвы. Грамотный режим полива – лучший способ заставить выпустить стрелку. Высокий уровень влажности. Также не забывайте время от времени опрыскивать цветок. Правильный рацион питания. Для цветения орхидеи необходимы калий и фосфор. А лучший вариант – специальные удобрения для орхидей. Такие, например, производит компания Агрикола. Почему орхидея отказывается цвести и так? Вы обеспечили орхидея все необходимые условия выращивания, осуществляете уход в соответствии с правилами, но цветения все нет. Дело может быть вот в чем. Отсутствие цветоноса связано с нарушением условий содержания и ухода за цветком. Недостаток освещения, нерегулярный полив холодной водой ведут к тому, что цветения нет. Кроме того, на отсутствие цветоносов влияет неправильно подобранный температурный режим, а также внесение удобрений неправильного типа или вообще отсутствие любых подкормок. На заметку. Тесный или слишком просторный горшок и некомфортная влажность также оказывают влияние на вегетацию орхидеи. Когда обычно цветут орхидеи, время у каждого растения есть свой жизненный цикл. Подразумевается, что периоды цветения и покоя происходят примерно в одно и то же время. Орхидея в данном случае не исключение. Несмотря на то, что цветок растет в домашних условиях, он все равно следует заложенному природой механизму вегетации. Орхидея цветет осенью. В это время в естественной природе отмечаются сильные колебания между дневной и ночной температурой, до 10 градусов, от 15 до 25. В среднем цветонос формируется в течение 60-90 дней, но этот срок можно значительно ускорить, если создать надлежащие условия содержания. Как поливать орхидеи для цветения полив? Основное агротехническое мероприятие при уходе за растениями. Грамотное увлажнение поможет приблизить цветение. Поливать цветок нужно теплой отстоявшейся водой. Лить воду нужно аккуратно, чтобы не залить розетку. Вообще полив орхидеи должен имитировать погоду в тропиках. Поэтому иногда полезно устраивать теплый душ. Но слишком усердствовать не надо, так как обильный полив не способствует тому, чтобы орхидея выпустила цветонос. Если стрелка упорно не хочет появляться, то полив надо сократить, а то и вовсе прекратить на некоторое время. После появления цветоноса полив восстанавливают постепенно. Не надо сразу лить много воды. Какие подкормки нужны, чтобы орхидея выпустила цветонос не менее важен вопрос питания орхидеи. Если подкормки будут подобраны неправильно, то цветения можно и не дождаться. Орхидея вместо того, чтобы выпустить цветонос, направит все силы на формирование листьев или корней. Избежать этого и заставить появиться цветоноса можно, организовав правильное питание. Кормить растения необходимо смесью калийных и фосфорных удобрений. А наилучшим вариантом будет использование жидких комплексных составов, предназначенных специально для орхидей. Подкормки необходимо проводить с периодичностью один-два раза в месяц. Причем закончить внесение удобрения надо до начала цветения. И будьте внимательны, нельзя использовать средства, содержащие азот. Он вызывает прирост зеленой массы и тормозит цветение. Как заставить орхидею цвести, пошаговые инструкции теперь разберем пошаговый алгоритм того, как заставить растения выпустить цветонос. На заметку. Все перечисленные агротехнические мероприятия выполняются строго в рамках шоковой терапии. Постоянно содержать в таких условиях нельзя. Шаг один. Обеспечиваем искусственный перепад температуры. Для этого переставляем горшок туда, где будет перепад ночной и дневной температуры в 7 градусов. Например, застекленный балкон или северное окно. Но проверьте, чтобы не было сквозняка. Шаг два. Искусственно притеняем цветок. На этом этапе надо изменить режим освещенности, чтобы шокировать вашего зеленого питомца. Шаг три. На 10-20 дней полностью прекращаем поливать или меняем режим увлажнения. Например, вместо того, чтобы поливать раз в неделю, поливаем раз в две недели. Важно. Не проводите сразу все шаги. Осуществляйте только один метод шоковой терапии. Если не сработал один, то дайте растению набраться сил и переходите к следующему. Еще один достаточно эффективный алгоритм, чтобы заставить растение цвести. Шаг один. Прекратите добавлять воду на 10-15 дней. Шаг два. Переставьте горшок в темный шкаф. Шаг три. Спустя неделю устройте обильный полив, а также подкормку жидким калийно-фосфорным удобрением. Шаг четыре. Переставьте на подоконник или на балкон, где будет перепад температуры. Цветонос появится спустя 15-20 дней. Как получить несколько стрелок в некоторых случаях на одном экземпляре можно получить сразу несколько стрелок. Во-первых, для этого необходимо придерживаться всех правил по уходу за орхидеями. Во-вторых, как только закончится цветение, срежьте засовшие старые цветоносы до верхней почки. Обработайте место среза. Новая стрелка появится из нее, а еще одна, как обычно из листовой пазухи. В итоге у вас будет орхидея с двух цветоносами. Справка. Не расстраивайтесь, если вы все сделали в соответствии с инструкцией, но цветонос получился только один. Количество побегов зависит от множества факторов. В том числе, от генетики, возраста конкретного экземпляра, состояния корней и т. Д. Как сделать, чтобы стрелка орхидея росла вверх особый шарм у тех экземпляров, чьи цветоносы растут вертикально вверх. Это свидетельствует о высоком мастерстве цветовода. Вот несколько рекомендаций, как заставить цветонос расти именно вверх, а не вбок. Как только стрелка вырастет до 20 сантиметров, зафиксируйте его с помощью подставки в вертикальном положении. Первое время цветонос зеленый и гибкий, но все равно проводить процедуру нужно очень осторожно, чтобы не сломать стрелку. По мере роста продолжайте фиксировать цветонос на опоре. Используйте широкий шнурок или ленту, чтобы не повредить стебли и побеги. Кроме того, учитывайте, что в естественных условиях цветоносы растут горизонтально. Поэтому время от времени поворачивайте горшок с орхидеей. Стрелка будет тянуться к солнцу, и так вы заставите ее расти все время вертикально вверх. Какие стимуляторы можно применять иногда бывает так, что для цветения недостаточно только лишь агротехнических мероприятий. В этом случае необходимо воспользоваться стимуляторами. Эффективным стимулятором является янтарная кислота. На один литр воды нужно четыре таблетки препарата. Чтобы стимулировать цветение, горшок помещают в приготовленный раствор янтарной кислоты на ночь. Такую процедуру проводят регулярно каждые семь дней. Также можно воспользоваться цейтокининовой пастой, чтобы заставить цветок выпустить цветонос. Но опытные цветоводы советуют не увлекаться стимуляторами. Янтарной кислоты будет вполне достаточно. Дело в том, что стимуляторы ослабляют орхидею. Она все свои силы тратит на цветение. Это подрывает ее иммунитет, и она становится легко уязвимой для болезней и вредителей. Применять можно как покупные препараты, так и средства, приготовленные по народным рецептам. На заметку. Покупные стимуляторы намного эффективнее, так как в них выше концентрация основного действующего вещества. Почему побег замирает и не растет? Замирание побега связано с нарушением условий содержания, недостаток солнечного света, нет перепада между дневной и ночной температурой, неправильный полив, слишком сухой воздух в помещении, отсутствие опрыскивания или неправильное опрыскивание, недостаток калия и фосфора в рационе питания. Важно. К замиранию цветоноса обычно приводит совокупность факторов, но нельзя исключать губительное воздействие какого-то одного из них. Частые ошибки разберем наиболее распространенные ошибки, которые допускают цветоводы, когда пытаются стимулировать орхидею выпустить цветонос. Увеличивается частота и обильность поливов. Перед цветением количество воды необходимо сократить, а то и вовсе прекратить полив. Такой стресс заставит орхидею выпустить цветонос. Нет перепадов температуры. Разница между дневной и ночной температурой должна быть не меньше 5-7 градусов. Только тогда орхидея выбросит стрелку, на которой в дальнейшем появятся бутоны. Обильные подкормки. Перекармливать цветок не надо. Достаточно два подкормок в месяц перед периодом активного цветения. И эти подкормки обязательно должны быть калийно-фосфорными. А в идеале и вовсе надо применять жидкие комплексные составы. Использование сильных стимуляторов роста. Здоровая орхидея зацветет и без стимуляторов. А вот их бесконтрольное использование может только навредить вашему зеленому питомцу. Ответы на частые вопросы в завершении приведем список ответов на наиболее частые вопросы, касающиеся цветения данной цветочной культуры. Что такое цветонос у орхидеи? Цветонос – это похожая на корень стрелка, на которой распускаются цветы. Зачем вообще заставлять растения цвести? Кроме декоративных функций цветка. Цветение – важна часть жизненного цикла растения. А на цветоносе орхидеи и вовсе появляются детки, которыми потом размножается эта цветочная культура. Чем подкормить орхидею для обильного цветения? Купите жидкий комплексный препарат, содержащий калий, фосфор, гуминовые кислоты. Добавляйте в воду для поливов дважды в месяц. Этого вполне хватит. Почему растение выбросило стрелку, но она остановилась в росте? Значит, условия содержания не соответствуют требованиям. Проверьте, правильно ли вы ухаживаете за цветком. Куда поставить горшок с цветком? В идеале горшок надо поставить в прохладное место без сквозняков, где температура воздуха ночью падает минимум на 5 градусов. Также можно спрятать в шкаф, чтобы заставить растения выпустить цветонос. Заключение – орхидею можно заставить цвести. Но для этого важно не только выполнять все действия из представленного алгоритма. Куда важнее понимать, для чего выполняется каждое действие. Какую цель оно преследует. Если вы сделаете это, то без проблем сможете добиваться цветения от своих зеленых питомцев практически в любое время года.